Любой институт, любое дело, любой институт, любой человек, все живое, включая такую вещь, как Верховная Рада, имеет начало, середину и конец. Начало это, можно сказать, первая сессия всегда и везде в украинском парламенте за последних 20 лет этот закон действует. Суть этого закона, первая сессия, когда депутаты только получают власть, это экономическая сессия. То есть они хотят занять важные места, они набирают лоббистские заказы, они знакомятся с друг другом, обмениваются информацией. И тогда парламент настолько отвратителен, что они не сколько занимаются политикой, а сколько тем, как отбить те деньги, которые они потратили на избирательную кампанию. Они жадные, они легко говорят о деньгах, и они легко их зарабатывают, и страну трясет. Но бывает, к всему хорошему наступает конец, и этот конец это последняя сессия перед выборами. И тогда это уже психическое, если первая сессия это экономическая сессия, то последняя сессия это психическая сессия. Все сходят с ума. Всегда так было, 20 лет. Просто поведение становится более нервным, драки учащаются. Как только мы увидим с вами первые белые платки на голове или повязки, что я голодую, то значит конфликты зашли уже глубоко, и люди просят, чтобы их фиксировали уже по образу, чтобы фамилии выделялись и так далее. То есть наступает момент очень нервного поведения. Понятно, что это будет популистская сессия Верховной Рады. Понятно, что все серьезные вопросы будут сведены к играм. Игры конституционные, бюджетные, церковные. Да, что касается Томаса, конечно же, слава Богу, что Варфоломей пошел на встречу Украине, и еще раз сказал, что даст Украине Томас. А россияне, как и в случае с Крепалем, совершили чисто церковную и неприличную ошибку. Они стали сомневаться в... Это имеет отношение к Украине, потому что церковные игры начнутся буквально, наверное, через месяц. Мы увидим там ярые бои депутатов. А Кирилл, патриарх Кирилл, Москва, Кремль, Путин, Кирилл. Кирилл был умней Путина, я не знаю, зачем он это делает. Он стал сомневаться в легитимности патриарха Варфоломея. Это очень неправильно, потому что церковники и вообще священники не любят таких игр. Это большая очень обида. Но это все вылится и на Украину. Появление боевиков в различных монастырях, которые находятся под контролем Московского патриархата и так далее. Вот это все будет. Церковные, повторяю, бюджетные игры. А с бюджетом вообще будет очень тяжело, потому что всегда, конечно, последний бюджет, он бюджет связан, конечно же, с попыткой увеличить субсидии, увеличить социальные стандарты, какие-то минималки. Но мы все знаем, чем это все закончится. Новому президенту и новому премьер-министру придется очень туго. И, кстати, Международный валютный фонд не столько, потому что мы все знаем только со стороны Кабмина, не столько не дает нам денег, потому что мы сильно воруем, а потому что на самом деле они прекрасно понимают, что в стране нет экономического руководства. Это очень плохо. Они прекрасно понимают, что министерства, ведомости, администрации президента, Кабмин живут своей жизнью. И поэтому что-то провести толковое и дать на эти деньги на Украине очень трудно. Я думаю, что это серьезный политический вопрос. Видимо, они все-таки будут ждать нового президента, который, в общем-то, должен будет доказать экономическую еще состоятельность. Это очень серьезные вещи. Но с политической точки зрения новый парламент будет мучиться от жесточайшего конфликта между тремя политиками – президентом, Порошенко, Медведчуком и Гройсманом. Я считаю, что во многом большинство конфликтов, которые будут проходить внутри Верховной Рады и в качестве и на внешней политической арене, будет связано с конфликтами вот этих трех людей. Президенту Порошенко нужно натравить Медведчука на Гройсмана. Это очень сильный игрок Медведчук. Примерно так, как он в свое время сделал Саакашвили, натравив их на Яценюка и потом на Коломойского. Потому что если Гройсман остается до конца избирательной кампании, а это значит и остается Аваков, то шансы использовать административный ресурс у президента, то, на что он рассчитывает, очень маленькие. Поэтому, честно говоря, я не совсем понимаю, как в этом треугольнике будет двигаться дальше украинская политика. Тот же Медведчук, это же не просто куратор украинских выборов. И тут, я думаю, что тут Москва тоже имеет свой интерес и не будет гнушаться никакими способами для того, чтобы добиться своего результата. И я думаю, что, несмотря на то, что Порошенко не самая лучшая кандидатура для президента Путина, но ему просто не на кого больше ставить. Потому что сейчас любой другой президент, это будет президент, которому придется еще только добиваться власти. То есть кто бы там ни был, там Тимошенко, Гриценко, Ляшко, Бойко и так далее, и так далее. Кто бы там ни пришел к власти. И поэтому, скорее всего, все-таки ставка будет сделана на прозрачного, понятного и достаточно управляемого президента Порошенко. Что он делает? Это вот очень печально. Я думаю, мои коллеги будут об этом говорить, если не на этой встрече, то на следующей. О том, что, кажется, начинает срабатывать, ну, в худших условиях много оружия, люди озлоблены, много людей выехало за границу и так далее, и так далее. Все структуры власти показали свою низкую репутацию, свои рейтинги, свою низкую эффективность работы. Но при этом страну, оказывается, опять вводят в новые расколы. На Запад и Восток, на столицу и на периферию, на один язык и второй язык, на одну церковь и другую церковь. Это очень плохо, потому что это легко включается, как, наверное, огонь в степи в летний день. Но очень тяжело останавливается. Но самое главное, как правило, выиграют этого третьи силы, не те, которые конфликтуют на Украине. И в этом смысле хотелось бы призвать, конечно, политиков к какой-то ответственности, но сама ценность ответственности давно обесценена, извиняюсь за такое выражение. Поэтому мы уже мало ожидаем от политиков, что если они что-то будут начинать, что-то неприличное, втягивать нас в какие-то большие масштабные конфликты, которых не нужны, что они понимают, что они делают и могут ли нести какую-то ответственность. Вот это очень плохо, что до конца выборов у нас будет постоянно уменьшаться ядро ответственности и ядро компетенции по всем направлениям. Я уже сказал, что МВФ уже практически не скрывает, что дело не в том, не в цене газа, как нам объясняют. Да, это тоже есть, но они просто принципиально за 4 года не увидели не просто, допустим, президента Порошенко реформатором, а они не увидели президента Порошенко менеджером общенационального уровня. То же самое и Кабмин. Это очень серьезно. А в данном случае мы с вами говорим о начале нового сезона Верховной Рады и касается и Верховной Рады. То есть единственная личная ответственность, которая ложится таким, знаете, мрачным пятном на счастливую жизнь наших депутатов, это то, что окажется все когда-то заканчивается и им предстоит идти на выборы. А им это не хочется. Если завтра президент и скажет, а давайте вот немножко потянем и наши, и ваши выборы, то я думаю, что очень мало кроме оппозиции найдутся депутатов, которые не попадут под этот соблазн. А это еще один уровень безответственности и некомпетентности. Вот что я хочу сказать, что в политике мы как бы все видим, в какую сторону все идет, но мы не замечаем, что количество политических глупостей перешло в качество украинской политики. В крайне низкое качество. Вот не дай бог завтра. Это знаете, как ослабленный организм. Он может заразиться от любого невидного для здорового человека бактерий, микробов. Вот примерно в таком положении политическая жизнь в Украине. А мы, конечно же, всего лишь заложники этого и, к сожалению, наблюдатели. Мы можем только об этом говорить, изменить что-то здесь нельзя. Но будем надеяться о том, что все-таки худшее минет нас, и мы как-то доберемся сначала до президентских, а потом до конца парламентских выборов. И Украина не просто вздохнет, что она уже устала от выборов, как всегда. Вспомните, как мы всегда переживаем последние недели выборов. Но и, может быть, приобретет какой-то новый постух, новый какой-то импульс. Будем надеяться. А пока, к сожалению, я уже с самого начала думаю, что мы будем иметь дело с крайней низкой работой Верховной Рады. И нам будет очень тяжело сдерживать и свой сарказм, и свои объяснения. Потому что все будет настолько просто и примитивно, что, в общем, это будет действительно тяжелая сессия. Вы же понимаете, что если произойдет какой-то скандал или анекдот с так называемой коалицией, то это поставит вопрос, что делать с тем же Порубьем, Герасченко и так далее. Это первое. А второе, Народный фронт заинтересован через публичную коалицию шантажировать Порошенко, и у него это хорошо получается. Вот тут, знаете, мы много сегодня говорили о том, что ситуация будет ухудшаться, и давали много параметров этого, угадали. Так вот, мы понимаем, что третий Майдан, он будет очень тяжелым, или вообще его не будет. Но то, что несколько миллионов человек вынуждены были выехать за границу и там искать способы существования, это говорит о том, что каждый день эти люди, находясь на той работе, не самых лучших работ, а сохраняя свои семьи, создавая какие-то условия для жизни, они ненавидят украинскую власть. И будет то, что было сейчас уже четыре года в Молдавии. В Молдавии там регулярно, в столицу, в Кишинев, а у нас будет регулярно из Польши, из Чехии, регулярно. На субботу, воскресенье в Киев приезжает большое количество людей, которые работают за границей, не восторгаются, но работают честно. И при первой же возможности проявить свою активную политическую позицию, они будут здесь, именно в Киеве. И какой бы президент занятым, вот россияне легко прокрутили, сделали Дадона, да? И что этот Дадон? Он боится этих 50 тысяч человек, которые появляются неоткуда, буквально в течение нескольких часов. Вот такая вот ситуация будет на Украине. Люди, которых выдавливают за границей, во-первых, это активная часть населения, во-вторых, это языкатые. То, что они будут молчать на Западе, это не значит, что они будут молчать здесь. Кроме того, они будут привозить какие-то стандарты некоррупции, какой-то первичной демократии, и уверенности в том, что что-то можно изменить, потому что они видели, что это работает там, на Западе. Поэтому я считаю, что вот два горючих фактора, если они соединятся, это очень быстро взрослеющая и политизирующая молодежь в эпоху цифровой, очень быстро. Если, когда в 2004-м меня спросили, когда будет следующий Майдан, я сказал, через 10 лет, когда подрастет поколение. Что-то следующее, но не Майдана, что-то острое для Украины будет уже короче, ну, может быть, через два даже года. Потому что вот эти два фактора, выезд большого количества активных людей за границу, повторяю, они каждый день получают тренировку ненависти к украинскому государству, которое выдавило их на самом деле. Они мечтали поселиться там, в Польше, в Венгрии, в Германии и так далее. Они мечтали здесь работать. То, что произошло, это говорит о том, что они будут всегда искать больше, более сильные доводы ненависти к тому, что творится на Украине. Я не говорю, что они все будут приезжать, но тот, кто это сможет сделать, это будут гораздо энергичнее люди, чем те, которые здесь, на Украине. И второе, быстро взрослеющая, не понимающая своей политической роли молодежь. Сегодня 16-летние, не менее опасные, ну, опасные в кавычках, и потенциально для власти, чем те, кто прошел Майдан, один, второй или там политически сознательный. Как взорвется молодежный фактор и как взорвется фактор работающих за границей, трудно сказать, но они обязательно будут играть колоссальную роль.